Лабытнанская семья Ильевых переживает один из сложнейших этапов своей жизни. Их 10-месячному сыну Диме необходимо срочно пройти обследование в одной из клиник Израиля. У Димы ДЦП, частичная атрофия зрительного нерва. Недавно начались судороги и эпилепсия. Российские врачи, к сожалению, ничем помочь не могут. А поездка к израильским докторам дорогостоящая, почти полмиллиона рублей. Без помощи добрых людей семье не обойтись. Репортаж Татьяна Швец. История непростой жизни маленького Димы началась меньше года назад. Сейчас ему 10 месяцев. У Екатерины Ильевой должны были родиться два малыша-близнеца. Но все решили преждевременные роды. На первом музее нам сказали, что у нас будет двойня. Это одна яйцевая близнецы. Потом сказали, что благополучно они всегда с течением беременности бывают. И так у нас и получилось, что один ребенок стал объедать другого за счет другого питаться. Это синдром украдывания. И в шесть месяцев у нас случились преждевременные роды. Один ребеночек умер при родах. И на третьи сутки Диму поместили на санавиацию и его отправили в Салихард. Позже в нейрохирургическом центре Диме поставили диагноз гидроцефалии мозга, а затем и ДЦП. У ребенка нарушение зрения. Буквально два месяца назад начались эпилептические судороги. Маленький Димка не сидит, не ползает, не держит голову. После первой реабилитации были значительные улучшения и успехи, рассказывает Екатерина. Сейчас идет ухудшение состояния. Поэтому важно успеть обследоваться вовремя и получить необходимую реабилитацию. В российских клиниках отказались от ребенка. Его согласились принять только врачи Израиля. Нам обещают, что шансы есть. У нас не самый безнадежный случай. Но самое главное, это у нас надо убрать судороги. В России, я не знаю, у нас не принимают клиники, потому что... Ну, не примут реабилитацию, потому что нельзя делать массажи. Ничего такого вообще нельзя делать. Ни уколы, ни иглоукалывания. А какие врачи готовы вас принять? И сколько необходимо сегодня на лечение? Ну, вот мы с Израилем созванивались. Так, значит, 12 тысяч долларов – это будет полное обследование в клинике и реабилитация. То есть это просто... 12 тысяч долларов – это чисто на это. Сегодня Дима через более тяжелые нагрузки проходит необходимые процедуры дома. Вместе всей семьей они готовы перенести любые тяготы борьбы с болезнью, лишь бы поставить ребенка на ноги. Дима, не нравится тебе, да? Ну, ничего, не хорошее. Всегда приходит, мы делаем, что-то у нас стоит рядом. Обижай Диму, мама обижает. Помощь приходит от родных, близких коллег по работе просто неравнодушных людей. Но пока денежных средств не хватает. Ставили коробочки в организациях, то есть на работе, в магазинах, в банке. И вот в Салихарде как бы... Ну, люди помогают. Благодаря людям мы собрали 200 тысяч на данный момент. Родственники люди вот собрали. Спасибо, кто был неравнодушный. На днях родители Димы планируют поездку в фонд Ямины. А Лабытнанская общественная организация «Дарит добро» уже готовится к проведению мероприятий по сбору средств. Что в наших силах мы обязательно, конечно, сделаем. Ну, в первую очередь, это, конечно, мы проведем ярмарку продажу творческих работ, где наши горожане сами же приносят работы, и потом мы их продаем на ярмарке. Это будет обязательно, потому что опыт у нас уже такой есть. Конечно, не покроют все расходы, но хоть какую-то часть все равно мы сможем отдать семье. Вот. Ну и сейчас у нас идея поставить кружки, так называемые кружки. Это ящики для сбора средств. Сегодня Екатерина ведет переговоры с представителями зарубежной клиники. Семья готовится к поездке сначала в Тюмень, а затем и в Израиль. Помочь маленькому Диме может любой желающий. Совершить это чудо можно своими руками. Перечислив денежные средства на специальный счет или принести лично, семья будет рада любой помощи. Дима ждет. Перечислить средства можно на карту сберегательного банка. Номер вы видите на экране. Телефон Екатерины Ильевой 8-964-205-8332. Если вы не успели записать реквизиты, то уточнить их можно на нашем сайте.